Слово По земле засиял небосвод голубой, а потом появились растения, звери и птицы, и мы... Значит, люди! Да, люди! И я! И я! Да, и ты! И твой ангел с тобой! И я! Какой же окажется эта новая жизнь для наших героев? Это и предстоит нам узнать сегодня. Положите около кота миллион долларов, он и не взглянет на них, разве что понюхает. Так было и со мной, когда мне сказали, что я буду воспитываться вместе с великими князьями. Кроме огорчения и душевных мук, это мне ничего не принесло. Что такое были для меня великие князья? Ну, пожалуй, это даже интересно, воспитываться с такими князьями, если они моего возраста. Но они великие, великие. А что такое великие? Это значит огромные. Недавно Аннушка читала нам сказку о герое, которого звали немал человек под потолок ростом. А что, если мои будущие князья тоже немал человек под потолок ростом? Что я буду делать? Какие перспективы ждут меня? На своей Псковской улице я худо-бедно прохожу уже в третьи силачи. Но ведь если я попадаю в общество великих князей, немал человек под потолок ростом. А что, если эти князья из породы гулливеров? Я недавно видел книжку с картинками. Стоит огромный верзила в треугольной шляпе и держит на ладони маленького человечка со стрекозинными ножками. И презрительно смотрит на него. Дунет? И где твоя душа? Дома шел полный раскрох. Аннушка сбилась с ног, стирала, гладила, пришивала какие-то пуговицы. Мамочка приходила со службы взволнованно, ничего не ела, а приносила какие-то книжки. Очень толстые, в переплетах, быстрыми глазами читала страницу за страницей, нервно, со щелком перелистывала, что-то записывала в тетрадь и все говорила, не к кому не обращаясь. Господи, а вдруг и срамлюсь, а вдруг и позорюсь. Ведь великая наука нужна, наука. Потом все было брошено, и она уехала с братьями в Псков, определять их в военную гимназию. Мы с Аннушкой провожали их на вокзале, перед поездом горько плакали. Что делалось в доме? Что делалось? И все это из-за каких-то великих князей, будущих моих мучителей и истребителей. Горька была моя судьба. Но что делать? Плакать? Мужское достоинство не позволяло. Что скажет Псковская улица? Сопротивляться? Все равно свяжут и свезут. Бежать из дома в Америку? И эта мысль начала серьезно занимать меня. Но пока я накапливал хлеб на дорогу, деньги, уже было зажато семь копеек, подъехала карета. Меня взяли за руку, помолились Богу, посидели на стульях, всплакнули, вздохнули, почему-то поцеловались с Недгартихой, потом залезли на скользкое сиденье с пуговочками, качнулись, тронулись, лошади дружно цокнули. И тут я понял, что значит, когда говорят, пропала твоя головушка. И долго-долго так мы тянулись через весь Петербург, мимо каких-то высоченных домов, которых никогда раньше я не видел. Кучера кричат, на что же начала рать и оглядываться. Порядку никакого. Мимо стекла, то и дело, лошадиной морды. Сапнет за нос, а потом иди доказывай. Прижался я к мамочке и одно молил. «Пронеси, Господи!» Учила в свое время меня Аннушка живому в помощи. Так не учился дурак, а теперь бы находка. На аспида и Василису шептал я дрожащими губами, вспоминая Аннушкина уроки. Налево и змею. И забыл дальше. А вот и дворец. Затрепетав, сказала мамочка. Карета остановилась, подошел какой-то солдат. Что-то спросил, ему что-то ответили. Вылезли из кареты, и первое, что я увидел, был огромный дом с выступами. Конечно, только в таком доме могут жить немалые человеки под потолок роста. Пока что около нас суетились обыкновенные люди с обыкновенными руками и головами, но одетые, как в цирке. Вслед за носильщиком мы втроем, я, мамочка и Аннушка, пошли на детскую половину. Детская половина была расположена в билетаже. Все трое мы явно рабеяли. Мамочка и Аннушка крестились мелкими крестиками, а я боязливо оглядывался по углам. А вдруг выйдет? А вдруг шагнет и сразу приступит? Первая ночь, проведенная мной во дворце, была уныла и тревожна. А потом явилась какая-то портниха и начала мерить меня ремешком и спорить с мамой о длине штанов, рукавов и о том, сколько оставить в запас. Речь шла о матросском костюмчике. Возможно, что меня хотели посадить на корабль. Это было бы чудесно. Но при всех расспросах толку у женщин добиться было невозможно. Когда пришло время, мамочка, изнемогая от усталости, беспрестанно крестясь, сказала, «Ну, а теперь пойдем». Куда? Знакомиться с великими князьями. Ты помни, что нужно быть хорошим мальчиком, вежливым, достойным. Помни, что не каждому выпадает такая честь. Перед Марьей Петровной шарпни ножкой. Вот, я кладу тебе в карман носовой платочек. Ничего не смей рукавом делать. Покажи, как ты шарпнешь ножкой. Я хочу шарпнуть ножкой, а в ногах пуды. Прямо старик какой-то, тридцатилетний, отживший жизнь. Ничто мне не мило. Хочется, как девчонки, реветь, бухнуться на пол, тарабанить ногами. Пусть идут. Готов на любую порку, любой березой, но только без ненужных знакомств. Я до сих пор был доволен своей жизнью. Никаких дворцов мне не нужно. Пустите меня на Псковскую улицу. Там ни винтовых лестниц, ни этих смешных из цирка. И не понимаю, чего эта дурища Аннушка сияет, как самовар. Трет мне руки твердым духовитым мылом, ковыряет под ногтями, как будто черные ногти кому-то помешать могут. Ну вот, ребята, уже и подошло к концу время нашей передачи. Как, оказывается, было непросто Володе принять те обстоятельства, которые вдруг нежданно послала ему судьба. Но ведь все еще может, как говорится, сто раз поменяться. Об этом мы и узнаем в нашей следующей передаче. Ангела вам всем хранителя, дорогие мальчики и девочки. Продолжение следует...